Привет, мои дорогие! Это у нас будет такой лайтовый расклад. Мы посмотрим, какой будет сентябрь 23 года в любви девочки. Мы просто посмотрим, вот в сентябре он предполагает развитие любовных отношений, рождение детей, ну и всё такое. Мы посмотрим, свадьбы, закрепление отношений или нет. И мы не то, что там прогноз по знакам зодиака или как-то будем делать, мы просто в общем посмотрим, какой будет сентябрь в любви. То есть какой вот эгрегор тучи, дождливый будет, молнии, будут грозы, или будет наше бабье лето, девочки. Давайте посмотрим, какой у нас уже заканчивается сентябрь, и как он закончится, половина вторая его пройдёт. Мы будем с вами пытаться наладить отношения с мужчинами, девочки. С теми мужчинами, которые у нас уже есть, да. То есть будут много такие вот вечера, когда вам будет хотеться пойти куда-то с кем-то, развлечься, поотдыхать, чтобы мужчины вам больше внимания какого-то уделяли, будет хотеться. Пятнадцатый старший аркан дьявола выпал здесь. Но тут, девочки, не без греха. Сентябрь выпал не без греха. И в конце, ну вот сейчас, второй половине сентября, вас, девочки, и нас тоже, всех нас ждёт. В общем, какие-то грешки. То есть вас будет искушать дьявол во плоти. Ну, я не надеюсь, не в крайней плоти, но всё же. В общем, будут такие моменты. Вот у каждого он будет свой. У кого-то завтра, у кого-то послезавтра, у кого-то через неделю, у кого-то через две. Но вы увидитесь вот этим со своим сексуальным интимным дьяволом. Возможно, кто-то, например, с бывшим переспит. Возможно, девочки, вот вы пойдёте на то, что вы никогда не делали. Или, например, у вас был друг, а стал уже, например, любовник. Или это новые виды секса, интимной близости какой-то будут. Давайте ещё посмотрим. Ну, что-то вы такое вытворите, что, в принципе, вы будете это думать, что это, ну да, это я какой-то грех такой совершила. Но сексуальная активность у нас, в принципе, в этом сентябре есть, девочки. И мы будем обращать внимание на таких вот королей земли, то есть на богатых, пухлых, таких вот, знаете, рыцарей, которые только что сняли до спехи, отдыхают. Но это видно, что это рыцарь. То есть на альфа-самцов мы будем сейчас обращать внимание своё. И на людей, которые будут, на мужчин, которые старше. То есть тут вот, как говорится, малолеток не идёт. Будут нравятся сейчас в сентябре постарше. Ну, может, из-за того, что это осень, холодает, да, и нам, как говорится, нужно у какого-то костра погреться, чтобы было тепло и хорошо. И мы задумываемся о чём-то таком материальном. Поэтому, девочки, в этом месяце вот такая вот трезвость ума будет, когда мы будем выбирать партнёров. То есть это месяц, когда вы, в принципе, выберите, например, самого тёплого, самого богатого, самого такого интеллектуального, того, который, как говорится, ещё у себя в рюкзачке, в сейфе или ещё что-то где-то имеет. Ну, давайте ещё посмотрим, какой будет сентябрь в любви. У некоторых, девочки, вот будут такие моменты, когда вам вообще будет никто не нужен. То есть и это будет какими-то длительными периодами. Либо это, например, даже те же месячные. То есть, но тут задержка по восьмёрке земли. Я бы сказала, что тут и восьмёрка как раз-таки будет дней восемь. То есть вам вообще никого не будет хотеться, или будет какая-то такая вот апатия. Но она появится, и вам они будут не нужны, и вы будете, как говорится, дома сидеть. Но вы себя всё равно из этой апатии выводите интересными мужчинами, интересными походами. То есть если вы будете видеть, что вам предлагают, например, чашку кофе попить какой-нибудь такой вот лёгкий парень, то вы зря время своё потратите, понимаете? А вот более таких обеспеченных, классных мужчин, если вы будете выбрать, которые вам будут что-то такое предлагать, из-за чего вы будете выходить из состояния там вот такой вот апатии, или я лучше дома посижу там, сериал какой-нибудь посмотрю. Вот с этими не ходите. Но общайтесь. И общайтесь вот с этими, кто побогаче, вот реально, да, кто покруче, и тот, кто вам что-то может в этой жизни предложить. И тогда с ними будет, девочки, интересно. Все остальные, вот даже если вам никто, ну, я сомневаюсь, что никто не будет писать, даже если вы на сайте знакомств зарегистрируетесь, вы не думаете, что там все придурки девочки сидят. Не думайте. Придурков много. И в первую очередь нападают вот эти придурки. Потом вы, если раскроете мужчину, они все как придурки себе ведут, на самом деле, на том же сайте знакомств. Но мне, девочки, попадались, и это не редкость, да, директора фирм каких-то. Вот когда разболтаешься, они правду говорят, например, а вот выбирайте побогаче, вот прям вылавливаете вот этих вот побогаче, помудрее, поопытнее, и еще даже мужчин в возрасте даже, вы можете с ними просто пофлиртовать или просто подружески попереписываться, да, и вот вам вот этот вот лавр, как говорится, он откроется. Но ходить вот спешить на свидание с собой кем не надо, девочки, потому что вот здесь вот такое вот дурное времяпрепровождение или лучше дома посидеть. Какой будет сентябрь в любви? Не ходите с дураками на свидание, девочки, не ходите, потому что это как в пустую будет время. Набирайтесь силы, вот сила выпала, то есть когда вы не будете с дураками, дурбалами ходить на какие-то свидания, вы будете прям какие-то, знаете, бонусы получать, как в игре все равно, да, силы вам будут приходить. Для солнца. Ладно, тут две выпало такие. А, вот к чему это, девочки, идет. Вам надо фильтровать мужчин, именно вот прям смотреть. Вот, а я бы из-за этого вышла замуж, а за этого нет. А если вы сразу не можете определиться, девочки, определяйтесь с точки зрения материального достатка, смотрите на мужчин. Знаете почему? Потому что вот тут вот отсев идет, отсев воздушных, ненужных мужчин, которых перекати поле, ветер в голове и все остальное. Воробьев, девочки, тут отсев идет воробьев. И вот больше даже, как говорится, дома посидите, но будете их перебирать, да, это ведет к браку. Четырнадцатый старший аркан – это брак. А что это еще? Вам надо, знаете, что сделать? Вам надо захотеть интима. То есть, вот, чтобы вообще, как говорится, вы уже поняли, что у вас там, как говорится, знаете, не брейте там, да, или носите такие уютные домашние трусы, скажем так. И вот готовьтесь к чему-то. И вот в этом состоянии перебирайте вот этих вот мужчин, но именно по материальному достатку. Если, например, вы в отношениях уже находитесь, и вам просто интересно, что будет в этом, да, здесь, девочки, надо что-то от мужчины своего получать. То есть, если у вас запланированы какие-то подарки, чтобы он вам подарил, да, сводите любимого в ювелирный магазин, к примеру, да, или еще куда-то, чтобы он там что-то вам купил. Сапоги на осень, вот почему бы и нет, да, там теплую одежду какую-то. То есть спросите смело у мужчины. Если он говорит, что у него сейчас нет денег, то вы договоритесь, чтобы вот в этом сентябре он что-то вам такой вот приобрел, теплое, хотя бы даже шарф какой-нибудь теплый, да, чтобы вам было тепло. Вот такие вот дела. Давайте еще посмотрим, какой будет сентябрь в любви. Девочки, смотрите, вас будут звать на интим, скажем так, на какие-то интимные отношения, что-то такое, неподходящие мужчины, скажем так, да, или уже прошедший вариант какой-то, либо что. Я бы на вашем месте не соглашалась. Не соглашайтесь, девочки. Накапливайте вот эту вот соноксуальную энергию свою. Накапливайте. А бы с кем не ходите. Выбирайте именно по материальному достатку. Даже если он не особо в вашем вкусе, вы просто общаетесь, общаетесь, общаетесь. И знаете, вот эти вот мужчины даже возрастные или с другим материальным достатком, большим, чем у вас, они, получается, как, знаете, они вас как-то новому чему-то научат. Но вот этих ветренников избегайте, потому что здесь, если вы, как говорится, думаете, ах, ладно, почему там не гульнуть? Лучше я гульну, чем буду дома сидеть. Нет, это сейчас не вариант. Лучше вот в этом сентябре не гулять, девочки. А бы с кем? Не гуляйте, а бы с кем, пожалуйста. Потому что вот этот вот, тут не очень хорошие идут карты в плане того, что вот эти вот лёгкие, вы на них просто будете тратить свою энергию, да, и вам не будет хватать потом. Вы можете вот не приобрести что-то для себя в материальном плане. Понимаете? Что-то не можете не приобрести. Обращая мужчин, они как, обращая внимание на мужчин таких с материальным достатком, вы приобретёте, девочки, что-то тёплое. Реально, вот тепло. Даже если сами себе купите тот же пуховик или шубу, к примеру, да, то это будет самая крутая и самая лучшая шуба, купленная, скажем так, в аскезе и отказе от недомужиков. Вот такое выпадает. А давайте ещё посмотрим. Если, например, вы находитесь в отношениях с кем-то, конкретно в отношениях, и вы хотите просто посмотреть, какие у вас будут отношения с этим мужчиной этот сентябрь. Вот то, что я говорю, что вам надо утеплиться, это факт, девочки. То есть это какие-то такие крупные покупочки для утепления у вас должны быть. И если у вас есть любимый мужчина, заставьте его утеплиться, вас одеть, приодеть, либо, девочки, чтобы он вам покупал ювелирные украшения. Не такие, например, простые какие-то. Если любите серебро, пусть покупают серебро с камнями. Любите золото, пусть покупают золото, девочки, вам. Даже если вы любите серебро, но, знаете, сейчас такие вот цены, что непонятно уже, где серебро, где там платина, где ещё что-то. Ну, в разную цену всё, да. Пусть он вам купит вот что-то такое вот, чтобы вас грело. Вообще в сентябрь я лучше вам советую вот золото, чтобы он прикупил. Кстати, насчёт золота. Там не заоблачные такие цены. Это раз. Во-вторых, есть такие подешевле, маленькие какие-то, да. А может и переплавить девочки с чего-нибудь. Сейчас ювелирные мастерские тоже делают из чего-то. Или кредит взять. В конце-то концов он может. Вот такие дела. Такой вот сентябрь предполагается у нас любви. Давайте ещё глянем. Что ещё будет в сентябре? Ну, одно и то же, девочки, выпадает. Одно и то же. Весит король. Материальные блага выпадают. Вам надо что-то тёплое, чтобы мужчина вам обеспечил что-то тёплое. Если вам никакой мужчина это тёплого не обеспечит, обеспечьте себе сами, а всех, как говорится, нафиг. Вот такие вот дела, котики мои. Такой вот сентябрь. Всё, пока-пока.